Зачастую скорость и невнимательность водителей приводят к печальным последствиям. Так, 21 января в центре Твери на Зебре сбили женщину. ДТП произошло днем на улице Новоторской. К сожалению, наезды на пешеходов в Верхневолжье случаются все чаще. Причины тому разные. Непогода, невнимательность как автомобилистов, так и пешеходов, а также опасные пешеходные переходы. Как такое возможно, спросите вы. Расскажем и покажем в нашем сюжете. Надежда каждый день с опаской переходит дорогу на проспекте Победы. Вроде бы и зебра есть, и знаки соответствующие установлены, но страх огромный, причем неспроста. Однажды нас тут шибли даже, туда улетела. Из-за этого женщине приходится каждый день отводить и встречать внуков из школы, которые находятся через дорогу от дома. Слишком уж страшно отпускать детей от них, негодует Надежда. К слову, боятся переходить здесь дорогу и сами ребята. Когда бабуля спила, я уже сама боюсь идти, потому что вот тут же машины все едут, и мне очень страшно. Потому что вот машина не успеет притормозить, и все. Считают эти пешеходные переходы на проспекте Победы небезопасными и сами водители. Дорожных знаков в потемках не видно, так же, как и людей. Ситуацию усложняют припаркованные рядом с пешеходными переходами грузовые автомобили. Они закрывают обзор для автомобилистов. Поэтому, когда пешеход выходит на зебру, его просто-напросто не видно. Невидимость открывает. Когда человек идет, не видно. Водитель разгоняется, а мне кажется, он там еще не привык к пешеходному. Нарушение правил дорожного движения подтверждают и сами сотрудники госавтоинспекции. В соответствии с 12-м разделом правил дорожного движения, пункт 4, остановка стоянка запрещается у нас на пешеходных переходах и лишь 5 метров перед ними. Административная ответственность за такое нарушение предусмотрена частью 3 статьи 12.19 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. За данное нарушение у нас предусмотрено, кроме административной ответственности, еще задержание транспортных средств. Меры принимаются. У нас для этого создана отдельная мобильная группа, которая занимается в целом по городу, планомерной отработкой нарушений правил парковки. Также наряды ДПС, которые несут службу по установленным маршрутам. Мы обратились в администрацию Твери, чтобы узнать, планируется ли проработать вопрос по безопасности дорожного движения с участием пешеходов на этом участке, на проспекте Победы. В планах у чиновников один из двух нерегулируемых переходов убрать, другой оборудовать вызывным светофором. Только когда это будет сделано, непонятно. Конкретных дат городские власти не называют. Поэтому пешеходам, проживающим в этом районе, остается ждать и пока также с опаской переходить дорогу, чтобы не попасть под машину.